Президент страны анонсировал повышение пенсий, всех видов пособий и мрот из-за высокого уровня инфляции. Путин отдал распоряжение правительству поднять все социальные выплаты. Так, например, в скором времени будут увеличены зарплаты тех, кто трудится в бюджетной сфере, повысится значение мрот и размер прожиточного минимума, а также пенсионные выплаты, пособия на детей и прочие социальные выплаты. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Карасакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Как отметил глава государства, нынешняя экономическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, очень негативно влияет на самые незащищенные слои населения, а именно на многодетных детей и пенсионеров. Президент поручил Кабмину в ближайшее время подготовить все необходимые документы, чтобы оперативно увеличить все социально значимые выплаты, в том числе такие показатели, как прожиточный минимум, от размера которого зависит, и начисление некоторых видов пенсионного обеспечения, в том числе и ряда пособий, а также мрот. По поручению главы государства все необходимые расчеты необходимо произойти в ближайшее время и не затягивать таким решением, так как люди ждут помощи от властей. Более того, Владимир Путин указал, что его инициатива по сокращению числа бедных граждан в стране, а также ликвидация неравенства, должна быть реализована в полной мере. Возможно, мы станем немного богаче. Также глава государства отдал особое распоряжение властям на местах, чтобы они приложили максимум усилий в поддержке людей, так как это не только вопрос стабилизации экономики страны, но и реализации его личной инициативы по установлению социальной справедливости. Следующее. Особо обратил внимание президент на тех граждан, которые из-за санкций потеряли работу. Кабину было поручено разработать полный комплекс мер поддержки подобных граждан. Особенно необходимо сделать упор на предоставление возможности заключения социального контракта между гражданами и государством. Напомню, что это не единственные меры, которые были озвучены главой государства. Ранее был принят закон о введении особых условий для тех, кто ведет бизнес в России. Например, продление налогового периода, отсутствие проверок и так далее. Также государство предоставило кредитные каникулы как физлицам, так и индивидуальным предпринимателям, увеличив лимиты заема. В свою очередь, правительство было наделено особыми полномочиями, которые дают возможность быстро и оперативно принимать решения по улучшению экономической ситуации в стране. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о данных предложениях. Продолжение следует... Продолжение следует...